Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас заключительная лекция. Мы прошли с вами большой курс, правда очень быстро, поэтому по необходимости конспективно. Вы знаете, что мы проводили и читали его исходя, во-первых, из цельного марксистского мирования, состоящего из социального учения, экономического учения, методологического учения, из философии, политэкономии и научного коммунизма как политической теории, политической части марксизма. И в то же время разъясняли, что вот это вот политическое учение, научный социализм в узком смысле слова. Он невозможен, он необходимо связан с экономическим учением и с методологией, и с философией. И без вот этого основания экономического и методологического он не есть, он будет поверхностным только. Поэтому мы исходили, что мы читаем вот эти три основные части марксизма в их единстве, по возможности показывая их взаимодействия, по возможности показывая действия и законов на примерах и так далее и тому подобное. Поэтому, несмотря на то, что мы исходили из такой вот целостности, понятно, что времени у нас было достаточно мало и у вас, в вашем сознании, получилось не столько целостное научное мировоззрение, сколько такой каркас этого мировоззрения, такая основа, скелет, на который вы теперь будете наращивать фактологическое мясо всю жизнь. Мы всю жизнь учимся, все. И Михаил Васильевич и я, не говоря уж о наших более юных товарищей, все время учимся, все время изучаем, сами что-то пишем, сами что-то создаем. И слушателей наших настраиваем, чтобы и они писали. Вот вы уже получили такой задел знаний, понимание общественных процессов и можете теперь какие-то общественные вопросы обсуждать в публичном поле. Почему это важно? Потому что, когда человек концентрируется на какой-то проблеме и пытается выразить ее на бумаге, он сам углубляется в этот предмет и хорошо его и запоминает, и постигает. И вот постигает это такой особенный момент, на котором я сегодня немножко остановлюсь, с тем, чтобы вы для себя пометили, что, значит, основной курс был нацелен на то, чтобы раскрыть гейгерскую мысль, что понять, значит, выразить в понятиях, то есть, понять науки, значит, овладеть понятиями этой науки, взять ее в ее понятиях, но это только начальная стадия, а науки изучаем тем более глубоко для того, чтобы их применять на практике и развивать дальше. Вот для этого одного понимания, как выяснилось, недостаточно, нужно еще постижение. И Гегель различает понимание и постижение. И я вот этот последний год, значит, делал в своих выступлениях акцент на постижение, то есть на конкретное знание законов и категорий. Ну и таким примером, по-моему, я уже вам его приводил, но не грех еще раз повторить, примером вот такого непостижения и постижения. И была ситуация, когда в прошлом году на одной из лекций, в такой достаточно зрелой аудитории, я спросил, значит, государство переходного периода от капитализма к социализму какое? Мне четко, товарищи, исходя из их правильного понимания, сказали – государство, диктатуру, подряд. То есть они это понимают. Но они это не постигли. Простая вещь. Я им говорю на этот ответ – неправильно. Второго спрашиваю – какое государство этого переходного периода? Диктатуру пролетариата уверенно так это. Что-то Александр Сергеевич придирается. Я говорю – неправильно. Кто знает? А сидели люди, очень компетентные некоторые. Некоторые не ответили. Тогда я им говорю. И государством в этом переходном периоде является революционная диктатура пролетариата. Не диктатура пролетариата просто, да? А революционная диктатура пролетариата. И чтобы у читателя не было тут, так сказать, сомнений, у Маркса выделено это курсивом – революционная диктатура. И это логично. Почему? Потому что, когда в 1961 году руководство партии, партию и народ ввели в заблуждение общенародным государством, обвели вокруг пальца нас с этим общенародным государством. Значит, уловка была очень проста. Что диктатура пролетариата изжила свои формы, изжила свое назначение. А теперь мы живем в общенародном государстве. В чем уловка? Уловка в том, что государство, революционная диктатура пролетариата, оно действительно выполнило свои функции к 1936 году. Новый проблем. Как Маркса говорил, государство переходного периода соответствует революционной диктатуру пролетариата. Что это за диктатура пролетариата? Это диктатура пролетариата, которая опирается непосредственно на силу. Сама творит законы, отрицает царские и вообще любые законы царизма. И по мере необходимости создает свое законодательство, свои законы, советские, социалистические законы. Но пока их нет. В 1918 году, это через несколько месяцев, создана только еще Конституция, основной закон. Потом начинается строительство юридической сферы. Органы, значит, юридические, армия и так далее и тому подобное. А вместе с этим совсем и растет и советская законодательность. Но когда социализм построен и законодательство создано, все, революционная диктатура пролетариата закончилась, начинается нормальное советское государство. В каком-то смысле, можно сказать, общенародное. И поэтому, ну, не случайно, значит, вы этот термин выбрали. Хотя Маркс в «Критике и годской программы», в той же, где идет речь администратора, специально говорит, что много там выдумок на тему общенародного государства еще тогда было. Но это выдумки. Вот пришлось нам с Михаилом Васильевичем специальную книжку выпустить с разъяснением этого вопроса. Ну и это, конечно, вот это сложный вопрос. Он упирается и в вопрос другой, скажем, соотношение социализма и коммунизма. Социалистической фазы и коммунистической фазы разлетелось. Скажем вам, я думаю, что теперь это понятно. Это различие. Мы много на этом останавливались и я думаю, что вы это все усвоили. Но какая дискуссия все время длилась в Советском Союзе между профессорами и академиками? Кстати, в какой-то статье я немножко об отпечатках капитализма в коммунизмском обществе я немножко этот пункт рассматриваю. И показываю, что Михаил Васильевич только разъяснил, значит, что такое отпечатки в собственном, точном и в логическом смысле слова. Отпечатки капитализма в коммунизме. Потому что вроде простые вопросы, но нас опять развели. Руководство вот это фальшиво. И теперь я наконец понял, что Суслов это не ошибки делал, а это последовательная политика, которая закончилась вообще отрицанием и исключением научного социализма из сферы образования, из учебников. Вместо научного социализма начали преподавать научный коммунизм. Об этом я, по-моему, в одной из лекций говорил. Так что очень многое не постигнуто, хотя вроде известно. Опять Гейгель говорит, известно от того, что оно известно, еще не познано. А познать можно только в понятиях. И познать для, значит, ну, серьезных людей, для тех, кто занимается политикой, для тех, кто занимается наукой, идеологией, пропагандой. Значит, это требует постижения. Нужно постигнуть. В том числе и в простых, вроде бы, значит, знакомых таких понятиях, категориях и законах. Вот мы затронули народ. Народ – это что такое? – Рабочие христиане. – Это вы назвали состав. А я вас спрашиваю – понятия. – Удачийся класс. – Неправильно. – Трудящийся на какой-то территории. – Да, на какой-то территории трудящийся. – Трудящийся государства. – Ну, анекдот. То есть, вот простая вещь, и вы вроде ее знаете, вроде она вам известна и знакома, и вроде понятия у вас было. Но четкости вот этого постижения и легкости в обращении, и стало быть, когда вы рассматриваете другие вопросы, эти понимания, они где-то там на заднем фоне, как сеть, которая вам помогает постигать какое-то явление или событие. Вот. А если этой сети, категории, понятий нет, для вас события или там законы или какие-то понятия, они остаются неясными. Я уж не говорю о том, значит, что слово «народ» имеет еще и другой вид смысл. Да? И, кстати, я-то начал с этого, со смыслом. В каком смысле используется слово «народ»? Наверное, что там имеющееся в общей роли. «народ» пытается зайти из такого, значит, обыденного представления об этимологии. Народ, там род есть, вроде что-то род. Это правильно. Это правильно. Но это не понятие, не истина, а не знаю, что сказать. Образ. Значит, мы образами не занимаемся, мы только разъясняем, что вот наше понимание теоретически, мы занимаемся теорией и как раз занимаемся отвлечением вас от образа. Разъясним, что образы – это обывательское сознание. Это вот бабушки, у них образы. Для них почем огурцы или сколько стоят огурцы, не имеет различия. Кто так, спрашивает, кто это? А вы-то понимаете различие между ценой и стоимостью? Это вы опять составы сводите, к материи, да? Да, пожалуйста. А мы говорим о понятиях. Стоимость – это сколько тысяч стоит? А цена – это по какой цене она продается? Цена – она зависит от стоимости, но не соответственно стоимости. Может быть, выше, ниже? Да. Это тоже правильно. Но вы, может быть, подумаете, что Александр Сергеевич хочет всё свести к формализму. Но тут дело именно в том, что постижение – оно требует и формализма, и формализма, чёткости, совершенной определённости. Вот дело обстоит так, а не иначе. И если у нас вот это так есть, тогда мы видим и различия, в которых это используют другие – в устной или в письменной речи. Мы видим, что это товарищ, это он и понимает. Стоимость – это сколько стоит? Ну, конечно, стоимость – это сколько стоит, понятно. Но что такое стоимость? Как, скажем, температура? Температура здорового человека, мы знаем, 36,6 градусов, да? Раз она 36,6, мы все отклонения от неё воспринимаем, как чё-то такой недостаток, что чё-то нездоровый. Сразу нам понятно. Так и понятия. Раз у вас есть вот этот центр, вот эта суть, вы видите все отклонения. И свои, скажем, на следующий день понимают, что вы сказали неправильно, да? Например. И другие пишут или говорят. И вы сразу видите, что человек не понимает, о чём он говорит или понимает неправильно. Причём, значит, непонимание разрослось до какого-то вообще чудовищного уровня. Ну, вчера попались мне в Ютубе три речи. Три речи солидных, серьёзных людей. Значит, ну и говорят какие-то такие несуразицы, что даже неудобно. И думают, что вот с таким сознанием невозможно сохранить Россию. Невозможно. Один, вот сегодня я тут зациклился. Платонов есть такой полковник КГБ. Вот он написал уже три книжки воспоминаний о перевороте. И показывает предательскую роль многих людей, кто вообще в КГБ. И книга у неё называется там «Развал и порабощение России». Как хочешь, так и думай. То есть, что Россия уже развалилась, а сейчас её ещё и порабощают. Ну, и сдавайся. Ну, раз такие силы, масоны там, символы всякие. Ну, всё, сдавайся. Серьёзный человек, 70 лет. Был полковник КГБ. И приводил я вам пример Баглаева в прошлый раз. Помните? Умный человек. Нужна ему идеология. То есть, он не понимает, что такое идеология, какая сейчас. Кстати, и о мировоззрении. В мировоззрении существует только два. Это научное. Я имею в мировоззрении систематически развитое, цельное мировоззрение. Когда человек может вот эту систему взгляда взять и отстаивать её. И более-менее строить жизнь по ней. Это религиозная и коммунистическая. Других мировоззрений нет. Можно, конечно, сказать, что вот философия Гегеля – это была такая философия, которая была одновременно мировоззрением. Почему? Потому что Гегель охватил весь комплекс знаний, методологические знания, которые мы изучаем, естественно, научную картину мира и социальную картину мира. А это и есть мировоззрение. Причём, вот сейчас я вынужден снова перечитывать и изучать, значит, философию права Гегеля. Может кто-нибудь видел? Я написал статьи о суверенитете, о народном суверенитете СССР и показал, что народный суверенитет СССР выветрился, свернулся, значит, в начале 50-х годов. Поэтому Хрущёв и последующие, они сконцентрировали действительно всю власть. У Сталина такой власти не было. И сейчас мы наблюдаем, что фактически властей нет. Есть Владимир Владимирович Путин, он решает все образы. Получает там разработать законы кому-то, те проголосуют и законы принят. Где народный суверенитет? Вроде на выборах. Вроде в выборах он проявляется. Проявляется, конечно, раз в 4 года нам разыгрывает спектакль названием выбора. Ну, хорошо, конечно, такое есть. Но по Конституции 18-го года, июнь 18-го года, 1918-го, верховной властью являются Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Советы! Вот съезд Советов – это верховная власть. Съезд Советов – это и есть суверенитет. Хранитель суверенитета, гарант суверенитета. Потом Верховный Совет стал органом. На самом деле, Верховный Совет, как сейчас законодательная власть, это высшая власть, а не верховная власть. Как я вот сейчас вынужден залезть в историю, это обосновывать. То есть, товарищи не понимают различия между верховной властью и высшей властью, а оно есть, оно существенно. И в Конституции 1918 года это чётко видно, и в статье я чётко показал. Верховная власть – это такая власть, которая устраивается сама, она сама берёт власть. И в первом же декрете, там так и записано, съезд Советов берёт власть в свои руки, вот он берёт. И тоже я пояснял в сравнении с учредителем собраниям на той лекции, помните? Собрал учредитель собрания, не знает, что делать, кто сам, кто начнёт его, почему они сами? Потому что они клоуны, они оторваны от народа, не понимают ни власти, ни теории, ни народа и себя не понимают. Поэтому сегодня кто-то вспоминал о Кулчаке, а тот же Платонов, это КГБ. Ну чего ж там делиться сейчас? Надо в единство. Мы все русские! Так вы все русские, так чё ж русские уже сто лет дерутся, не могут помириться? И потом, а где помирились? Есть ли они помирились-то где? Ну, более-менее в Китае сейчас-то тишина уже. Поэтому русские здесь ни при чём, русские расколоты, так же, как и все прочие нации. Кстати, нация, она и есть расколот. И вот сейчас и с суверенитетом я вновь читаю и получаю гигантское удовольствие от философа 18 века итальянского, джамбатиста Вико о природе наций. Говорит, в каждой нации есть две нации, нация аристократов и нация, как он говорит, фамулюс, ну то есть, грубо говоря, народ. И это правильно, каждая нация расколота, на благатах и бедных. Она была расколота в Риме, там и в Афинах, и в Египте, и сейчас она расколота, и иногда у нас кое-кто бабахнет, что у нас два народа, не кто-нибудь, а Андрей Дементьев перед смертью, знаете, Андрея Дементьева, не знаете, и правильно, хотя был такой редактор юности, такой коммунист весь из себя, учил нас жизни, совести и сам из себя изображал совесть. Наступила новая эпоха, и за милую душу, то есть, согласился, и все нормально, и все хорошо. Единственное, нехороший только сын и невестка покончили с самоубийством. Видимо, не могли вынести такого. Да. Так вот, он и говорит, что у нас два народа, он вынужден был это сказать, признать в 2006 году, и да, то есть, как это Джамбатистовико, и как это было испоконно. Так что народ, вроде простая вещь, простое словечко, мы помним его, знаем с детства. И он, во-первых, не познан еще, во-вторых, не постигнут. И в большом смысле, видимо, тоже не постигнут. И вот я сейчас пытаюсь что-то как-то это вот в конце хоть жизни, но немножко овладеть этим вопросом. Вот с помощью пришлось вернуться к Гоббсу, к Бодену, Жан-Боден – это 16 век, Гоббс – это 17 век, Джамбатистовико – 18 век, и Жан-Жак Руссо – тоже 18 век. А, и Кмонтески я прочитал снова. Кстати, одна из моих первых книг – Кмонтески от Духи Законов. Я ее прочитал на первом курсе университета и получил, помню, большое удовольствие, и сейчас вспомнил про него. Взял в библиотеке и тоже получил колоссальное удовольствие. Вот все постигнуто до тонкостей и поднесено нам на блюдечке с голубой каемочкой. Почитайте. И многое, как было когда-то, так оно и остается до сих пор. Да, или часто вспоминал я, на лекциях был такой арабский мыслитель XIV века – Ибн Хайдун. Да, хоть и сейчас, а, хоть и сейчас. Вот тут Хазин выпустил. Хазина, вы знаете? Вот он выпустил сейчас второе издание своей книжки. Вверх по лестнице, в небо. Значит, вот там о власти речь идет. И вот у него Хайдун – это такой классик, который, правильно говорю, еще в XIV веке. Я думаю, что Михаил Каково Леонидович не совсем прав, но во многом прав. Да, Хайдун глубоко проник, значит, в сущность власти. И у него можно к чему поучиться. Значит, Хайдун – XIV век, Баде – XVI век, а он в XV. В XV Макеавелли, но, правда, он в конце XV, уже в начале XVI, тоже величайший политический мыслитель. Значит, глубоко проникший в народ, в понятие народа, во власть и так далее. Значит, народ, в смысле слова народ, используется в двух смыслах. Первое – трудящиеся, трудящиеся классы населения, рабочие крестьяне нынче, как говорят. Крестьян, в общем, можно сказать, не осталось. Тут бедного вчера показали, фермера, у него приставы приехали, зарестовали комбайн. Вот надо сейчас сельхозработы идут, сеять там, веять, а у него зарестовали. И он жалуется, что вот ему не дают работу. Это преступники. Да, он намекает, что это там, у него есть оппоненты, соперники, конкуренты. И это они подослали этого, значит, судебного пристава и тот им не дают. Так, дорогой бой, это твое объективное положение. Ты мелкий буржа. Тебя, значит, эксплуатируют и сбоку, и снизу, и сверху, и где хочешь. И, в конце концов, ты разорвешься. Ты поверил Ельцину, что берите земли и работайте. Ну, взяли вы земли, что дальше? Через некоторое время выяснится, что себестоимость вашего продукта настолько высока, что вы ничего не можете заработать. Поэтому распродавайте и идите работать, всё. Значит, трудящийся класс населения. Теперь, народ в смысле – нация. Русский народ, немецкий народ, итальянский народ, ещё там какой-то народ – нация. Причём, так, по другим языкам, да, «натио» – это ещё римский и греческий. И вот легко используют «натио» термин, да. Но я вот это сам нашёл, подтверждений нигде не видел, что «натио» – это, на самом деле, утраченное «гнацио». «Гнацио», то есть «генацио», род, как у нас народ, он идёт от рода, как вы правильно сказали. Да, народ – это то, что базируется на родах. Так же было и в греческом «натио», «гнацио», «генацио». Так же и природа. У нас природа – при-рода. Что такое природа? Это то, что есть в природе. Так же было и в латинском, и в греческом. «Генатура». Сейчас осталась «натура», натуральная природа, да. А на самом деле в древности было, думаю я, генатура, то есть природная, народная, вокруг рода. Это можете узнать по близким словам подобного рода на букву «н», но имеющие значение рождаемость. Рода, рождение, рождаемость. Скажем «наталья», кто-то говорит «наталья», «наталья» перевести в греческом «рождающая». «Г» у неё утратилось в со временем. И много таких слов. Так что в двух смыслах. Слово используется в двух смыслах. В этом и в этом. Да. Тут ещё выстрелы многонациональный народ. Некоторые товарищи используют многонациональный народ. Это негравно. Народ не может быть многонациональным. Общество может быть многонациональным. Народ – он сам нация, а не многонациональный. У нас многонациональное общество, многонациональное государство. Там ещё что-то может быть многонациональное, но не народ. Понятие. Понятие два. Значит, народ в смысле – нация, и народ в смысле – трудящиеся классы населения. И в зависимости от того, что это за классы, значит, зависит народ, характер народа в обществе. Скажем, в Древней Греции народ – это ремесленники, крестьяне. Демос – вот это крестьяне, общинники. Вне Афин, там, вне столицы греческих государств. В средние века народ – это крестьянство и ремесленники. Тут вот XIX век – это крестьяне, рабочие, ремесленники, подёнчики. Там много всяких слоёв образовалось в XIX веке. Но к концу XIX века и в начале XX почти не осталось. И общество чётко разделилось – буржуазия и рабочая глава. Нынче промежуточных форм можно сказать, что нет. А можно сказать, что наоборот, вот эта масса людей, значит, квалифицированные рабочие, инженеры, обслуживающий персонал, там, планктон этот вот офисный – это всё народ вот в таком, значит, смысле, что вроде они трудящиеся. По крайней мере, те, кто обслуживают рабочий класс и население простое. Например, врач, он интеллигент, но он может быть врачом, скажем, особенно в деревне или в мелких городах, он обслуживает рядовых граждан. И есть врачи, значит, буржуазного свойства и уровня, у них офисы, у них, значит, там обслуга. Иногда они там принимают особо трудные случаи у миллионеров и миллиардеров и ведут вполне буржуазный образ жизни, и работают и идеология у них буржуазная и так далее и так далее. То есть интеллигенция в этом смысле, она расколота между классами, растянута между классами. Но, в принципе, всё равно вот это гигантское сейчас количество населения, которое, ну, фактически живёт какой-то такой, ну, трудовой жизнью. Можно сказать, трудовой жизнью, трудящий. Но рабочий-то класс, значит, некоторые, особенно в КПРФ там любят, что рабочий класс исчез, никуда он не исчез, 73 миллиона трудящихся таких вот, рядовых. Из них около половины – это именно рабочий, рабочий класс. Поэтому никуда он не делался, никуда он не исчез. И не может он никуда исчез. И эксплуатирует именно его в большей части. А заодно и всех прочих. Скажем, вот бедные профессора меня смешат. Вроде бы серьёзные, как сырные люди. И, скажем, при царизме-то они как сыр в масле купались. У всех большие квартиры, большие библиотеки, прислуга там, у прессоров. Прислуга там, ну и так далее. То есть, они вели жизнь буржуа. В советское время уже более скромная жизнь. А сейчас просто нищенская. И профессора сидят на тех же там 40-50, ну 60-70 тысяч. Так что, народ. С одной стороны, это просто. А с другой стороны, постичь это – это очень непросто. Да. Так чему же учит история? И вот, если послушать некоторых товарищей, история ничему не учит. Никого ничему не учит. И, главное, ссылаются на Гегеля. Значит, это или дурачки, или сознательно одуряют народ. Гегель такой глупости не говорит. А это выражение, оно от него несёт глупости. Гегель говорит. История не научила народа и правительства. Ну и так далее. Народа и правительства. Действительно, она не научила народа и правительства. Почему? Потому что народам им учиться некогда у истории. Они в поле, они за станками. Вот сейчас 12 часов там, значит, отпашут. И потом им уже не до истории и ни до чего. Правительство тоже, мы видим по нашему правительству, это просто тупые люди. Это вот откуда их только взяли. Причём, по физиономии видно, что Гайдар – он тупой человек. Его по блату протолкнули в вуз. На тройке, наверное, он кончил. Хотя, может, по блату и пятёрок ему там наставили. Потом по блату устроили в журнал «Коммунист» в редакции. И из него ещё попёрла глупость, что вот раз он работает в журнале «Коммунист», в главном террористском органе Советского Союза, значит, он какой-то умный человек. Никакой умный человек. Товарищ Андропов послал в Ленинград своего ближайшего помощника, генерала Олега Калугина. Олега Калугина все знают? Знаете Олега Калугина? Не знаете Олега? Вот спросите у меня. Это известный предатель, живущий сейчас в США. И зарабатываешь тем, что в автобусах проводят экскурсии по Нью-Йорку. Послал этого Калугина, чтобы курировать группу молодых реформаторов, которые возглавляли Чубайс и Гейдар. Это первое. Да. Поэтому нынешнее правительство, тем более они ничего изучают историю и ничему из нее не научились. А потом, как им учиться? На Биулина у нее командир не Путин, не Мишустин, у нее командир Мировой финансовый фонд. Международный финансовый фонд у нее начальство. И она одна из лучших экономистов, кстати, как и Кудрин, сейчас сбежавший. Вот они чему-то когда-то научились в Советском Союзе в политэкономии. Потом вот эти всякие курсы их там повозили по курсам в Америке, в Швейцарии, в Австрии, в Чехии. Вот они нахватались этим, что вот нельзя развивать или увеличивать инфляцию. Вот они за этот принцип держатся. Чуть инфляции. Инфляция – это что-то главное развивать. Не главное. Это для того, чтобы удушить экономику, чтобы не давать кредиты дешевые предпринимателям, чтобы те могли развивать производство. Это специальное торможение экономики. Это вот как раз товарищ Катасонов и Хазин, они это очень хорошо объясняют и правильно делают. Так что правительство тоже ничему не научается. Самое умное правительство в мире за всю историю было правительство Ленина. У Платона есть такое высказывание – мудрым государством должны править мудрецы и философы. И вот у Ленина таких философов было порядочно. Умнейшие люди – авторы книг, Чичерин, Бухарин, Троцкий, Сталин. Кто там еще писатели? Да все там писали. У Молотова были книжки в 20-х годах. Никакого более мудрого правительства никогда ни в России, ни где-то в мире не было. Они все знали по нескольку языков. Поэтому СССР быстро выиграли во вторую державу мира. И в космос, и в ядерную энергетику, и в ракетстроение, и в интернет, в компьютеризацию. Но провокатор Хрущев, он прикрыл наше собственное вот это направление компьютерное. Особенно индивидуальная компьютерная техника. У нас прекрасная школа была Академика Ленина, которую хрущевцы разогнали. Но большие компьютеры у нас, они шли назрел-назрел с американскими много лет. Я думаю, что по идейному содержанию и сейчас еще где-то есть люди на уровне. Но экономика слабая, и поэтому больших компьютеров в Китае уже больше 500. У США, наверное, тоже около. А мы тут не можем наделать. Денег нет. Денежкам нет. И заказа нет. Для чего они такие компьютеры? Они нужны для космоса, для ядерной и другой энергетики, для промышленности. А раз этого все нет, значит компьютеры уже никак не нужны. И, наоборот, Марс и Энгельс говорили – мы знаем только одну науку – науку истории. Все есть в истории. Изучаете ее как историю историй. Историю философии, историю сознания, историю техники, историю любой науки. И вы научитесь. Теперь, заметьте – научитесь. Вы пришли в школу. Зачем? Учиться. Учить себя по смыслу русского языка. Вот и учитесь. А в школе или в Красном университете мы создаем условия для этого. Подсказываем наиболее короткие пути. Подсказываем на более глубокие умные книги. Подсказываем наиболее мудрых, таких, хороших людей, если у них есть что-то хорошее. Скажем, мне не нравится Катасонов, особенно с его вагедонами, по поводу христианского социализма. Но он специалист в финансовой сфере. И в этом смысле у него можно поучиться. Я думаю, что этот христианский социализм, это у них в 90-х годах был прикрытием от бандитов. Но вот что-то они и сейчас до сих пор сохранили. Все боятся. Чего боятся? Нечего и некого бояться. Особенно, значит, там 60-70 лет. Чего боятся? Смерти. Смерть, она и так наступит. Боитесь вы или не боитесь? И с этим встает, конечно, вопрос. Устарел ли марксизм? То есть марксизм – это вроде глубокая история. Вот он там уже был почти 200 лет назад. И так и говорят – марксизм устарел. В чем устарел? Почему? Вы считаете, что он устарел? Назовите, в чем он устарел. Или, допустим, он устарел. Он устарел. Марксизм. Вместо марксизма вы можете что-нибудь предложить? А кто не устарел? Скажите, что новое? Ну, никто ничего не предложил. А умные люди, как недавно умерший американский экономист Валерстайн и Мануил Валерстайн, говорят – марксизм – это мировое учение, сохраняющее свое значение до сих пор. Марксизм – это не только Маркс, а это научная школа. И сам Валерстайн стоит на этой точке зрения. И понимает, что кто стоит на почве капитала, тот что-то понимает в экономике. Кто не стоит на почве капитала, тот не понимает экономики. То есть, вопрос принципиальный стоит. Поэтому, раз нет замены, раз нет ничего другого, значит, марксизм, он не устарел. Он устареет тогда, когда, скажем, мы поймем, что вот, оказывается, Гайдар «Государство и эволюция» написал книгу. И теперь можно, так сказать, Маркса забыть, а за Гайдаром следует. Но, когда читаешь, чувствуешь, что это попытка какой-то пародии на ленинский труд «Государство и эволюция», но попытка неудачная. Такое же мурло, как и личности этого Гайдара. Это только почитать вот таким клиницированным людям, как я, посмеяться, поиздеваться. А для вас это трата времени, хотя тоже можете потренироваться, себя, так сказать, так потренировать, поискать у него там всякие глобости. Поэтому марксизм не только не устарел, а марксизм развивается. Вот еще книжка моя там сохранилась о марксизме, где я цитирую Мао Цзэдуна, который говорил, «В Китай революция пришла с выстрелом «Авроры», мы стали марксистами». Причем эту книжку я написал летом 19-го года, а осенью Си Цзэльпин выступал на съезде партий и эту же цитату на съезде, значит, воспроизвел. Я летом же передал экземпляр книги китайскому посольству. Не знаю, дошло там до Си Цзэльпина или нет. Но тем не менее, вот такое совпадение. А, там еще было совпадение. Ольга Скобеева, там был юбилей этой революции. Ольга Скобеева говорила вот о юбилее, о докладнице Цзэльпина и тоже приводит эту цитату. Значит, это было, наверное, днем. А вечером в воскресенье эту же цитату привел этот самый Киселев. Эту же цитату из Мао Цзэдо. Что в Китае революция пришла с выстрелом «Авроры», то есть с коммунистами, с коммунистической партией. Они ориентировались и взаимодействовали с Россией. Тут много было китайцев. Я уж не говорю о том, какую гигантскую помощь мы оказали. Иосиф Зеленович организовал Китаю и во время борьбы, и после победы революции. Теперь, что значит развитие марксизма? Вот история, она развивается. И все развивается, в том числе и марксизм. И товарищи считают, что развитие марксизма – это появится какой-то новый Маркс. И он напишет новый капитал или еще что-нибудь подключи. И у нас будет новый марксизм. У меня в КПРФ у них такой образ нового марксизма. Или, скажем, Платошкин. За новый социализм. Это вот у Платошкина где-то есть там в кармане новый социализм. Вот он его проповедует, потом скоро опубликует еще, и мы тут все за Платошкиным поедем. Значит, такой работы пока нет, во-первых. Во-вторых, в ближайшее время ее не будет. В-третьих, значит, марксизм. Всякое развитие идет, говорит Гегель, в предисловии ко второму тому, к субъективной логике. К субъективной логике, включение понятия, введения. Что критика должна содержаться не в применении к данной философии внешних претензий. Что марксизм плохой, значит, он старый, он годится только для рабочих, там еще какую-нибудь галиматью. А развитие идет за счет внутреннего принципа и внутреннего содержания отрицаемой философии. То есть, марксизм – это такая глыба, что ее теперь не объедешь. Ее кто-то, если захочет, значит, отрицать, выдать какую-то более высокую точку зрения, он должен показать противоречивость, недостаточность марксизма в нем самом, исходить из самого марксизма. И, собственно говоря, мы так и делаем. Мы изучили Маркс, постигли Маркс, вот в том смысле, о котором я говорю. И применяем марксизм к современным проблемам. Современные проблемы можно решить только на основе какой-то теории. Какой теории? Высшей. Вот все предшествующие философии, говорит Гегель здесь же, они все истинные. Философия Платона – она истинная для своего времени. Философия Платона – она истинная для своего времени. Философия Фомы Аквинского – истинная для своего времени. Декарта – истинная для своего времени. Но после Декарта Спиноза – тоже истинная. И чем отличается Декарта Спиноза? Более развитой с субстанциональной точки зрения. Поэтому она на какой-то момент становится не только истинной, но и высшей. И когда мы что-то осмысляем, мы, конечно, должны исходить из высшей точки зрения. Марксизм и есть сегодня истинная и высшая на сегодняшний день точка зрения. Если у вас есть какая-то высшая точка зрения, пожалуйста, поделитесь. Я ее тоже усвою и вместе с вами побегу за истиной. Это вот я студентам всю свою жизнь это объясняю. И прошу, я говорю, у кого-нибудь есть новая какая-то истинная или новая философия – поделитесь. Я с удовольствием встану и буду с вами ее изучать. Но вот сколько это я лет предавал? Больше сорока, да? Никто пока ничего нового не предложил. А говорят, ну просто ужасы, примитивности. Да еще и набираются наглости. Так это свысока Маркса, мол, Маркс устарел. Это просто или темнота, или наглость – цинизм. Так что Маркс не устарел, марксизм не устарел, а марксизм постоянно развивался. Первый этап развития марксизма – это ленинизм. И я думаю, что мы многое на эту тему здесь сказали за целый год. Что ленинизм – это и есть марксизм XX века. Причем в советское время было много талантливых философов, которые различные конкретные проблемы, темы, аспекты жизни изучали и рассказали. Поэтому общественная наука в целом в СССР была очень развитой. И люди очень развитые, грамотные. Наша страна была самая грамотная в мире. Читающий народ о нас говорили с рубежом. В метро едешь, бывало, все сидят с газетами или журналами. Сегодня все, ну не все, но многие с этими. Со смартфонами, да. А там газеты небольшие и все шелестят этими. Почему? Потому что грамотно. И это поощрялось. Это считалось престижным. Грамотность, эрудиция и так далее. А сейчас, ну вот, издеваются только над нашими грамотеями. У девушки на экзамене в ВУЗе спрашивают. Кто написал «Капитал» Карла Маркса? Она не может ответить. Значит, ну и вот это вот постижение, понимание новое, оно позволило сделать некоторые такие существенные открытия и по поводу нашей вот этой жизни последних десятилетий. Например, то, что контрреволюция началась именно в 61-м году, именно в дни работы, значит, 22-го съезда. Когда на съезде руководство партии отказалось от диктатуры претряда и подменило ее общенародным государством. То есть скрытой диктатурой буржуазии. То есть в буржуазии ее, так сказать, не было такой вот действующей экономически, да? А интересы и некоторая реализация основных потреблений, она уже была. Я уж не говорю про подпольных капиталистов, про подпольные цеха, про подпольный бизнес. В 89-м году в СССР было миллион миллионеров. Миллион миллионеров. В том числе граждане Михалковы имели полтора миллиона. Советская рубля – это гигантская сумма денег. Поэтому и побежали они в припрыжку за Ельцина и за Горбачева Ельцина. И пели ему дефирамбы. А сейчас Никита Сергеевич изображает из себя патриота. Вот Ельцин-центр, значит, нехорошее такое дело. Историю России, значит, извращает. Это хорошо, Никита Сергеевич сказал бы я ему при встрече, что вы это поняли и боретесь. Я вас в этом поддерживаю. Но если бы вы и ваши родичи не поддерживали Ельцина, то, может быть, мы до этого бы и не дошли. И не разрушили бы Родину. Мы, вы не дошли и не разрушили Родину. Теперь, скажем, вот о соотношении революции и контрреволюции. Так, а время уже, да? Да, все время не хватает времени. И это нехорошо. О революции и контрреволюции. О революционной диктатуре патриота. Вот это тоже существенное уточнение. Значит, и такое разъяснение текущей ситуации, что мы живем в эпоху контрреволюции. Обычно такие эпохи долго не проходят, но тем не менее. Ну, о советах, конечно, мы все время говорим. И это наша тема. И больше этим никто не занимается. Здесь мы тоже сделали очень и очень многое. И в смысле книг, и в смысле организации рабочего движения, и в смысле, значит, наших конференциях. И в Ленинградской саблинот мы делаем каждый год в августе. И в Нижнем Новгороде осенью конференции, значит, по проблемам профсоюзного и рабочего движения. Я думаю, что это тоже такое направление развития марксизма современного. И я думаю, что, значит, это дело очень серьезное и глубокое. Оно еще не дало всех своих плодов, но я уверен, что все плоды еще дадут. Ну, и многие другие темы. Поэтому марксизм развивается. Марксистское учение является единственным современным научным мировоззрением. Контуры этого мировоззрения мы с вами поизучили. И дело лично каждого, как он этот клад будет использовать, как он будет на этот скелет наращивать фактологическое и теоретическое мясо. Да, заканчиваем. И на этом можно сделать перерыв. Перерыв. Десять минут. Разрешите мне еще пару вопросов по теме нашей. Напомнить, важных, мне кажется. Одно из сильных таких теорий марксизма, которые развили наши, особенно ленинградские ученые. Это вот Ельмеев был такой, Василий Яковлевич. Наш старший товарищ, умерший лет 15 уже, наверное, назад. Долгов Виктор Георгиевич, Михаил Васильевич развили теорию потребительной стоимости. Слышали, наверное? Да. Слышали? Я слышал. Я слышал. И это тоже такое новое слово в экономике. И его можно было бы использовать, если бы правительство было заинтересовано в научно-техническом прогрессе. Она позволяет высчитывать экономический эффект от вновь создаваемой техники. Но наше правительство, оно не занимается таким вопросом. Поэтому пока эта теория не используется. Но она, я думаю, что кем-то в частном порядке уже используется. И, думаю, что получит еще и широкое научное признание. Хотя пока этого нет. Теперь, скажем, вот Александр Владимирович Золотов фактически разработал теорию современного профсоюзного движения. И вот этот, скажем, его труд, монография профсоюза, она является таким фундаментальным трудом по профсоюзному, по рабочему движению, по свободному времени, по рабочему времени. И не случайно, значит, в партии у нас и родилось вот это вот, можно сказать, движение за 6-часовой рабочий день. И это тоже большое завоевание. И я думаю, что вот оно пока не получило, естественно, общественного признания. Но я думаю, что оно получит еще большое общественное признание и в нашей стране, и в мире. Почему? Потому что борьба рабочих, борьба профсоюзов в 19 веке, она привела к сокращению рабочего времени на треть, да? Во времена английского утопического социалиста Роберта Уэйна в самом начале 19 века рабочий день был, как правило, 12 часов, а обычно и 14-16. Или часто – 14-16 часов. Работать в день – это работа на износ. И не было понятия и реальности, значит, пенсия. Работали до смерти, что называется, пока не помрят. Оуэйн добился и показал на практике, что 10-часовой рабочий день он приводит не к падению производства, а увеличению производства. Он установил себя на заводе через 10-часовой рабочий день, и заводы неожиданно получили гигантский рост. Раз добились чертисты, это возникло в его же время чертистское движение, профсоюзное движение Англии, и оно поставило вопрос о том, чтобы 10-часовой рабочий день везде установить, принять закон о 10-часовой рабочий день, и сокращение и уничтожение детского труда, и впервые англичане добились пенсии в 60 лет для всех. Впервые в мире установлена была вот этим рабочим движением пенсия – это гигантское завоевание рабочего класса. Как только это было завоевано, поставили вопрос о 8-часовом рабочем дне. А, о 8-часовом рабочем дне, да. Ну и боролись за него 19-й век, и 20-й фактически начали с установления 8-часовой рабочего дня в России. Впервые в мире официально на завоеванном уровне 8-часовой рабочий день. И это заставило весь буржуазный мир перейти к 8-часовому рабочему дне. И это тоже было гигантским завоеванием и в нашей стране, и в мире. Поэтому я думаю, что вот эта тенденция сокращения рабочего времени… Кстати, сталинское правительство поставило вопрос на 18-м съезде партии о переходе постепенным к 6-часовому рабочему дню. Но тут началась война через два года, мировая. Потом Великой Отечественной, вторая, значит, в 1941 году. И как-то этот вопрос отстал. Потом Хрущев, Хрущевское правительство подготовило реформу о 7-часовом рабочем дне. Вот пожадничали. А рабочие не додавили. И зря, мне кажется, что его надо было додавить. 6-часовой рабочий день. Но даже 7-часовой рабочий день он позволил освободить целый день в неделю, там с некоторыми издержками. И многие рабочие и трудящиеся пошли учиться в некой институты, то есть воспользовались этим в свободное время. Стали инженерами, учеными, деятелями литературы и искусства, там и так далее, там подобное. Поэтому вот это направление, это я тоже считаю, что просто не поставится на продолжение борьбы Маркса, Энгельса и Ленина, значит, за реализацию марсистского мировоззрения, марсистской политики. Ну и еще одну простенькую я хотел, но очень важную категорию, с одной стороны проверить, с другой стороны научить, если вы не знаете, которая часто используется, но по моему опыту используется несознательно. Я имею в виду понятие «вид». Вид и род. Вид – это что такое? Какой-то определенный тип каких-то предметов, ну, в частности, головический вид. Вот собаки, вот вид собаки, вот вид кошки. Да, а вид-то что такое? А понятие – это какое? А определение – это какое? Как? Особенно. Единица классификации. Это глубоко, особенное по отношению к роду. Это вроде человек постиг. Это… Михаил Васильевич лекцию послушали или Гегеля почитали? Да, да, у Гегеля есть, значит, вот это соотношение и Михаил Васильевич его использовал. Вернее, мимо него не мог пройти. И это очень важная вещь. Вот, понимаете? Часто используется слово «вид» во всех сферах. Это родовое слово для многих понятий. Причём это слово интернациональное. Эйдос – «ид» есть у древнегреков. Эйдос – идея. Мы – идея абсолютная у Гегеля, да? Абсолютная идея. Идея блага, идея познания, идея практического. Значит, да. У нас она используется часто в литературе или в выступлениях как сорт. Вот один из сортов. Там, допустим, антоновка – это вот вид яблок. Один из видов. Есть антоновка, есть осенняя полосатая, есть там грушовка, есть там ещё как-то. Всё это, мол, разные виды. И в природе видов бывает очень много. Но, значит, в таких социальных и духовных вещах видов, как правило, два. Почему? Потому что вид – это определённый род. Причём, заметьте, вид – это и внешний вид, да? Мы говорим – внешний вид. Внешний вид этого предмета похож на Ленина. Да, и мы говорим – это Ленин. То есть вид нам указывает на сущность предмета или на определение предмета, как хотите. Почему? Потому что, когда оно образовывалось, да, люди всё определяли по одному виду. Значит, и этот парень похож на Машу, и этот парень похож на Машу, и эта девушка похожа на Машу, а ни одного вида. Это, видимо, Машины дети. Это Машина рода, да? То есть вид за счёт многих повторений во всех сферах, он превратился в род. Видимое превратилось в сущность. Род, родовое, всеобщее, оно скорее отражает сущность, хотя не сводится к сущности, подчёркиваю. В некоторых вещах сводится в живых, да, а вообще не сводится, поскольку эти понятия, они используются и в отношении живых. Так что нужно вот это чётко запомнить и на примерах посмотреть и использовать, значит, что вид – это определённый род. Например, род человека, он существует в двух видах, да, есть по виду мужчины и есть по виду женщины. Правда, в последнее время над этим много экспериментируют, особенно за рубежом, и пытаются это дело смикшировать. Но я думаю, что ничего из этого не получится. Женщина есть женщина, она определённый род, и мужчина есть мужчина, определённый род. Значит, классы определённые, классы как родовое понятие, да, и классы конкретные, значит, феодалы, крестьяне, рабочие в городе и что там ещё. То есть, если вот это видите различие, вы потом и в жизни можете как бы более точно определять, с чем вы имеете дело – с родом или с видом. Или что эти виды относятся к такому-то роду, или что эти предметы относятся к такому-то виду или к такому-то роду. И это закреплено и в логике. Скажем, что такое определение по Аристотелю? Определение – это, значит, краткая речь, указывающая на род, к которому относится предмет, и его видовое отличие. Или специальное отличие, он иногда говорит. Как? Заработная плата – это цена рабочей силы. Цена – это родовое определение. То есть, цена относится к роду стоимости, да? Цена – это денег, наверное, нет. Как я понятие стал рассматривать? Заработная плата. Заработная плата – это цена. Цена. Она относится к роду цен. Заработная – это одна из цены. Это цена рабочей силы. А специфическое отличие заключается в том, что это цена рабочей силы – род. Цена, а рабочая сила – ее видовое или специфическое отличие. И большинство определений, они имеют именно вот такую структуру. Поэтому, когда вы знаете вот это соотношение, значит, вы как бы проще вам понять какой-то предмет или какую-то закономерность, с которой вы сталкиваетесь. Так, ну вот вроде все пояснения и дополнения, которые я хотел сделать. Какие есть вопросы? Вопрос от Александра Кондрусева. В учебном пособии «Гусева логика» есть раздел «Определение понятия». Можно ли говорить про определение понятия с позиции категории диалектики Гегеля? Ну, так мы и говорим. С позиции Гегеля. Хотя я вот сейчас вспомнил определение с позиции Аристотеля. «Определение» – это краткая речь о сути бытия. Единственное, она краткая речь о сути бытия. Она указывает на род, к которому относится предмет, и его специфические отличия в этом предмете. Цена – род, рабочая сила – это цена не каких-то продуктов, а именно рабочая сила. Так, какие вопросы? Ясно зрели. Но не может быть. Насчет народа все-таки и нации. Да. Насчет многонационального народа. Ну, нация состоит, может состоять из разных национальностей. Из этносов разных. Да. Но если мы рассматриваем народ со стороны нации, как нацию, то в чем неверность говорить, что многонациональный народ? Это народ, состоящий из разных национальностей, а не наций. Так я про это и говорю. Из национальностей – да. Но не нация. Государство может быть многонациональное, кстати. Россия – многонациональное. А Польша – она мононациональная. Хотя там тоже кого хочешь – и цыган, и евреев, и немцев, и кого хочешь. Но она мононациональная страна. Почему? Потому что там наций других нет. И этносов других нет. Отдельный представитель – там группы. Есть. А крупных объединений нет. О которых можно было говорить, но о группах. И в социологии считается нацией, а нацией можно говорить тогда, когда численность населения превышает 100 тысяч человек. Ну, это формально и грубовато, но тем не менее такой ориентиринский. Да, народности есть. Теперь, государства буржуазные, которые формировались как раз вот тут в 15-16 веках, они и есть нации государства. То есть нации – те, кто организовались в государства. То есть если есть государство у этого, у этой народности, да, или у этой национальности, как вы говорите, то можно координации. Если нет такого народа… А, вот вспомнил. То нельзя и говорить. Вспомнил, что вот мы используем население в своих разговорах, в определениях. Трудящийся – классы населения, говорим мы, да? То есть, с одной стороны, мы говорим о трудящихся, то есть о работающих. А с другой стороны, используем население. А население – это ведь не только трудящиеся. Это и дети, и старики-пенсионеры. Поэтому, значит, вот нужно себе дать отчет в категории населения. Это категория. Но самая пустая по отношению к людям, к массам людей. Население – это фактически, что вот муравьи населяют, да, этот самый муравейник. Что обезьяны там населяют какой-то лес. И люди населяют какую-то территорию. Мерс говорит, это самая абстрактная, то есть, добавляю я, самая пустая категория. Она говорит только о том, что там есть люди. А какие они, кто они по происхождению, по положению, что они делают. Население – ничего об этом не говорится в этом понятии. Это просто население. Это просто какие-то живые субъекты. Поэтому это пустейшая категория. Но часто ее как-то вот используют, как будто это какая-то, значит, серьезная социальная категория. Она используется фактически только в статистике. По серьезному, по конкретному, только в статистике. Население считает там по возрастам, по полу, по участию в производстве, по возрастным группам, еще по национальности, ну и так далее. А сама эта категория населения – это чистая пустота. Вот население – и все. Вот какие-то жители там живут. Не то люди, не то муравли. То есть это большая категория, чем народ, получается? То есть народ – это как бы часть населения? Ну, можно сказать, что и большая, да. Но пустая, еще более пустая. Народ ведь, она довольно тоже пустая категория. Вот. Но все-таки она ввозит конкретизацию. Она делит нацию на две части. На трудящихся, эксплуатируемых и эксплуататоров. На демос и аристократос. На рабочих и крестьян. На рабочих и буржуан. Поэтому смысл есть глубокий в этой категории. Так, еще. – Хотелось бы узнать про Китай. Что из китайского опыта мы можем взять на вооружение? – Да, ну, наверное, много можем взять из китайского опыта на вооружение. Вот. Но это слишком большой вопрос с одной стороны, с другой стороны. Я в нем не очень компетентный. Вот. Могу только сказать, что, во-первых, они очень правильно поступили, что не стали торопиться с завершением переходного периода. Правда. Поскольку он переходный, поскольку идет борьба, во принципу, кто кого, то неизвестно пока еще, чем эта борьба закончится. И вряд ли есть человек, который может об этом сказать. В середине XXI века они пытаются построить некое зажиточное общество. Вообще, это похоже на Хрущевщину. Но все-таки, мне кажется, что пока еще, значит, не Хрущевщина. Все-таки они остаются коммунистами в переходном периоде. Теперь, значит, так или иначе, конечно, вот эта вот попытка использовать активность населения за счет развития, значит, самодельного предпринимательства, мне кажется, тоже, значит, она может быть использована в качестве позитивного опыта. В том числе, вот, был ролик про одну деревню китайскую, в которой, значит, все имеют право заниматься бизнесом, каким хотите. Хотя мы одна община в деревне. Община – это и есть коммуна. И вот ощущение, что вот в этой одной отдельно взятой деревне там построен коммунизм. Правда, у них есть лидер, такой довольно, видимо, авторитетный, простой такой мужчина, доступный в обхождении, но, видимо, мудрый и такой привлекательный, харизматичный. И вот в этом деревне там у каждого особняк двухэтажный, в семье по несколько машин, везде ухожено, вот как будто фурьерские вот эти коммуны реализовались в этой отдельной, значит, особой деревне. Захотелось туда съездить, но нету денег и возможности себе, а надо вот съездить посмотреть. И я думаю, что вот наш опыт, значит, с коллективизацией, он, конечно, вынужденный. Он вынужденный под давлением внешнего окружения и давлением перед войной. Мы вынуждены были это проводить в всё спешном, срочном, массовом порядке. Поэтому деревня, она как бы стала коммунитической, но она по характеру осталась той же самой. Она не пошла по пути стирания грани между городом и деревней. То есть вместо того, чтобы развивать, скажем, мелкую какую-то промышленность или взаимодействовать с крупным предприятием по поводу помощи этому предприятию рабочей силы, пошли на развитие именно её сельскохозяйственного содержания. Скажем, я когда был в деревне в середине 50-х, в начале 60-х, вот деревня, она осталась именно деревней. В ней не чувствовалось промышленного такого начала, за исключением машин и тракторов. Да, машины трактора были, но это всё-таки не всё. Вместе с тем, одну деревню, которая соединила промышленный и сельскохозяйственный труд, я видел. Значит, я ездил, читал лекции в Эстонию, и там товарищи слушатели пригласили меня в деревню Куусалу под Тавер. Это Куусалу, значит, сельскохозяйственное предприятие, в основном там животноводство и молоко. Они меня сводили на молочный завод прямо в деревне. Прекрасный зал, из нержавейки там большие кубы, и там что-то всё ворочивается со сметаной, с молоком там всё. Девушки такие беленькие, чистенькие, симпатичные. Вот, и вместе с тем, зимой, когда сельхозработы затихают, у них цех был по производству вычислительных машинок. Вот эти, видели, наверное, были в то время такие, арифмометры. Ну, счётные машинки такие небольшие. Ну, типа, да. Вот они в деревне спокойно эти, значит, машинки делали. И деревня богатая, значит, хорошие дома, хорошая школа, хорошее культурное учреждение, бассейн. Вот, народ такой ухоженный, вольный, спокойный. Чувствуется, что сытый и зажиточный. Вот, и я-то думаю, что вот если вот так вот прорастала промышленность с деревнями, в деревне, я думаю, что развитие вот этих вот общин деревенских, оно бы было более стремительным, с другой стороны. Население всё равно бы там сокращалось, поскольку работы меньше становилось бы всё равно. И, значит, и город бы пополнялся рабочей зилой, и деревни развивались бы в такие центры. А сейчас вот в Тверской области в последние годы закрыто две с половиной тысячи деревень. То есть, всё, никого нету больше ни одного человека. Земли пустуют, всё это зарастает, всё это никому не нужно, всё это брошено. С одной стороны, это неизбежно, поскольку во всём развитом мире сельским хозяйством занимается непосредственно там два процента, ещё обслуживает процентов пять-восемь, там же нужны всякие механизаторы, значит, учителя, врачи, ещё там какой-то обслуживающий персонал. Значит, поэтому на самом деле больше занятое население, чем два процента. А непосредственно около двух процентов населения. Вот в том пустом смысле, о котором я говорю. То есть, вместе с пенсионерами, с детьми там и со всеми прочими. Так что много, наверное, хорошего есть в Китае. Это требует конкретного изучения. Я как-то более подробно тут сказать ничего не могу. Не буду рисковать. У меня знания такие довольно повешенно, наотрывочные. Вопрос от Аделя. Как Вы можете оценить такие дисциплины, как микроэкономика и макроэкономика? Да, как я могу оценить? Я могу сказать, что это было нацелено на отход от политэкономии, от политической экономии, от экономии в фундаментальном смысле слова, значит, к учебникам американским экономикс, где как раз микроэкономика занимается своим предприятием, что там на нем делается. А макроэкономика – это глобальная вещь, которая тебя не интересует. Тогда как основные экономические категории, они работают везде в экономике, куда бы Вы ни взялись, за что бы Вы ни взялись, Вы без этих общих экономических категорий ничего не делаете. Другое дело, что в каждой отрасли есть свои специфики. И, скажем, строителям им нужен экономист, который разбирается в проблемах строительства. Если он работает на трикотажном комбинате на каком-то экономист, он должен разбираться в экономических отношениях и в экономике трикотажного производства. Значит, в машиностроении, в машиностроительном. И, в принципе, таких и раньше выпускали, и сейчас выпускают конкретных экономистов. Вообще, я жаловался в советское время на ситуацию, что политэкономы занимались общими категориями. Значит, собственность, капиталистическая собственность, кооперация, еще что-нибудь. А конкретной экономикой занимались люди другие. Они не занимались этими категориями. Они занимались конкретными экономическими проблемами или статистикой. Теперь у нас сейчас ни конкретной экономики, ни экономистов серьезных в достаточной степени нет. Ни статистики нет. Причем мы серьезные вот люди. Тот же Катасонов, тот же Хазель, тот же Баглаев. Значит, нет статистики, жалуются. Единственное, это я уже сам натопнулся. Я сам одно время решил поизучать, значит, реальное состояние экономики. Но понял, что именно статистики нет. На эту статистику нельзя положиться. В советское время, в советское время там уже шутили, есть три вида знаний. Истинные, правда и статистика. Да, так? Три вида лжи, по-моему. Нет, правда, это же не ложь. Ну, в общем, как-то так, что истина есть, есть. Ложь и есть статистика. Вот как-то. Есть истина, есть ложь, а есть статистика. Ни то, ни ся. И в советское время там на статистике, значит, было очень много построено. И в официальной политике каждый год издавались такие. Видели вы? Нет народных хозяйств в 1980-1980 в таком-то году. Каждый год. Причем там тиражи не стоили или не 200 тысяч экземпляров. Они лежали. У меня есть большинство из них из этих томов. До сих пор я храню. Понимаю, что из библиотеков выкинут. А сейчас я попокупал вот эти толстенные тома в 10-х годах. А сейчас даже их, они дорогущие. Тогда они были 1000 рублей. Мне они недоступны по цене. Вообще не надо было тратить семейные деньги на такой том за 1000 рублей. Но, как говорится, жизнь заставляет, но пришлось напрягать бюджет. Но теперь я их не покоя. Нет у меня денег на такие книги. А потом я их просто сейчас не вижу нигде. Вот спросите в этой в доме книги. Ничего вам не скажут и не дадут. Так что... Сейчас есть подсетические сборники в электронном виде. Да, есть вроде в электронной форме. В Росстат залезай и смотри. Но там, во-первых, добраться до тех, которые тебе нужны, не просто. Это... Кстати, экономистов, у них есть курс статистика. И там их обучают. И статистику, и делать статистику, и находить статистику, и читать статистику. Но это, так сказать, такому вот обычному человеку, да, если его заинтересует какой-то конкретный вопрос. Я думаю, что, ну, это нужно много потратить усилий, чтобы найти статистику. Даже по простым вопросам, я уж не говорю про сложные. А найдете, там будет не совсем правильная статистика, не совсем истика. А у меня есть такой вопрос. Вот есть... У нас на телевидении показывают экономические новости, да. Мне вот всегда было интересно, на кого они рассчитаны. Допустим, для обывателя он все равно не понимает, что происходит. А кто профессионал, я думаю, он из других источников берет информацию. Ну, я так тоже и думаю. А для чего тогда этот эфир засорять экономическими новостями? А потому что вообще нужно засорять сознание. Людям-то надо чем-то питаться, чем-то занимать. Надо, надо. Вот они и приглашают. Как сейчас модно. Эксперта. Вот Хазин, допустим, он... У меня такое ощущение, что он тоже, примерно, к таким же и относится к людям, которые эфир засоряет. Потому что, ну, вот, все его курсы, они в любом случае платные. Но так вот, чтобы какой-то обыватель, опять же, взял, пришел к нему на курсы, отучился и стал капиталистом, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, хотя он дает и специальные консультации для... Ну, бабушки там всякие звания там все время в эфир. Нет, у него есть, значит, много информации для таких, как мы, да? Для людей, которые не понимают в экономике, и он им вешает лапшу на уши. Конечно, да, так и есть. Потом, он на этом зарабатывает, он блогер, он на этом зарабатывает. Он должен каждый день что-то выдавать, чтобы сохранять эту аудиторию. Поэтому он, значит, вешивает лапшу каждый день по разным поводам. Причем одну и ту же лапшу в разных упаковках часто. Поэтому у него получается то, что, может, там он поработал два дня, а потом ее развешивают каждый день, и вроде все время она в окей. Но он работает и на правительство, ему очень хочется сделать карьеру, вытолкнуть на Биулину и занять какое-то там такое же место. Он заигрывает с товарищем Путиным, хвалит Путина, какой Путин хороший. Вот в расчете, что его заметят и тоже ему дадут какой-нибудь хороший пост. Но при всем этом он человек талантливый, он человек разбирающийся. И он человек последовательный, что важно. Он, во-первых, опирается на понятия не всегда там марксистские. Иногда и на свои, там они с двумя-тремя друзьями придумали свою сетку в категории. И он последовательно ее развивает уже лет двадцать, вот эту тему. Поэтому там с ним можно соглашаться, можно его критиковать, в чем-то можно прислушаться. Какие-то вещи он, в общем, говорит довольно разумные. Во всяком случае он старается, значит, ну что-то такое уловить и где-то в чем-то просветить свою аудиторию. И я так понимаю, он сознательно работает на так называемую мелкобуржуазию, на средние классы. Вот как-то пытается для них быть интересным. Ну и потом он талантливый человек, его действительно иногда по некоторым вопросам интересно послушать. Точку зрения, вот как он думает на эту тему и как мелкобуржуазия думает на эту тему. Так же и Катасонов. Он специалист хороший в банковом деле и очень много знает, значит, какие банки, как они взаимодействуют, какова система, финансовая резервная система в США, как она работает в мире. Хотя общий взгляд у него, философский такой, он антимарсистский, да еще и с религиозным оттенком. Не знаю, насколько это искренне, но он все время это проповедует, афиширует. Но других каких-то глубоких экономистов на эту тему, я не знаю, если есть, подскажите. А государственные средства и масса информации, они направлены на то, чтобы затуманивать сознание людей, что вот их кормить вот этой жвачки насчет Украины, которая уже надоела это 8 лет, или сколько уже это все, значит, одно и то же крутит по несколько раз в день. В то же время какой-то реальной информации почти не слышно. Вот, значит, показывает – пушка куда-то стреляет. И сегодня она стреляет, и они сразу уехали. И завтра она будет стрелять, и год назад она стреляла, и потом они куда-то быстро уехали, чтобы их там не достали. Но это не информативно, надоедает. Поэтому они, у меня такое ощущение, что они контрпродуктивные. На самом деле, народ уже как-то разозлился на всю эту систему. Уже не воспринимает, да и не слушает, я думаю, в основном. Уже как-то свыклись с этой операцией. Ну, есть и есть. Может, это на камеру нельзя будет говорить? Что? Ну, что, скорее всего, если людям надоедает вот такие вот вещи. Ну, просто уже не смотрят новости. И война где-то далеко, и нас не затрагивает, интерес теряют. Ну, так правильно. Так это… Возрастает количество терактов при этом. Ну, вот, интерес возрастает. Теракт. Да. И после этого будет. Но мы помним ведь много информации по Второй мировой войне и по Великой Отечественной войне. Когда каждый день по несколько раз выходил в эфир Левитан и своим таким крутым басом доводил четкую информацию. Сегодня оставлены… Несмотря на поражение, оставлены города такой-то, такой-то, такой-то. Наша армия была вынуждена отступить. И это правда, это факт. От этого никогда не денешься. И у народа было ощущение, что вот как она идет, война-то, что отступаем. Поэтому, когда вышел приказ 228 – не шаг назад. Все поняли, что да, нельзя больше делать шагов назад. И, кстати, настроение на фронтах изменилось. Так и сейчас надо делать. Доводить информацию четко до людей. Что происходит с этим Артемовским. Вот там уже заняли. Неделя проходит. Вот там на окраине. Еще неделя проходит. Ну, вот чуть-чуть осталось. И все это тянется месяцами. Какой-то несчастный Артемовский. Так, если уж начинка военная операция. Операция делается, ну, за нескольких дней. Ну, недель. Ну, месяц. Так. Так. Вот Игорь. Здравствуйте. Как вы думаете, в нынешнее время что больше преобладает? Идеологическая или экономическая борьба? В каком смысле преобладает? О каком тут преобладании можно говорить? Я думаю, что экономическая борьба, она не утихает вообще. То есть, так или иначе, люди больше. Другое дело, как? В каких формах? Подспутно она идет все время. А идеологическая? Ну, что касается государственных средств массовой информации, то тоже они непрерывно целыми сутками, значит, ведут с народом борьбу. Особенно с трудящимися, оглубляя их. Навязывая свои либеральные там стереотипы под видом критики либерализма. Сейчас очень модно критиковать либерализм. Все стали вдруг патриотами. А, дескать, не либералами. Ничего подобного. В своей статье я прекрасно показал, что либерализм, он развивался в 18 веке, когда он родился. И сегодня он имеет, значит, по крайней мере у нас две формы. Значит, патриотическую и компрадорскую. Компрадорскую, то есть, ориентированную на Запад, на подчинение России Западу, на агентов и так далее. А патриоты наши, скажем, тот же самый Михалков, он либерал. Его суть либеральная. Он либерал. Только патриотического духа, патриотического направления. И никакой другой идеологии, значит, у них нету. А либерализм, это я в предыдущем вам лекции говорил, что либерализм – это есть сведение любых идеологий в одно идеологическое пространство. Создание такой путаницы, такой модной воды из всех идеологий. Любую, какую хочешь исповедуй – религию, секту, направление, новое течение, хоть новый социализм, хоть суперсоциализм, хоть что угодно. Только не коммунизм. Вот если не коммунизм – нормально. Почему? Потому что как партии, значит, многообразие партий, оно показывает о том, что буржуазная партия, она состоит из нескольких партий. Скажем, в нашем парламенте четыре партии, все они буржуазные. Никакой многопартийности, многопартийность – это форма существования буржуазной партии. Так и идеология, многоидейность, многоидеологичность – это форма существования буржуазной идеологии и либерализма. Поэтому все они либералы, только разного свойства. Теперь, либерализм уже давно на Западе перерос в фашизм. Только. Что значит фашизм? Фашизм – это либерализм для нашей нации. Свобода, развивайся, давай другие пространства удвоевывать. А тех сделаем рабами. На заре, в эпоху рождения либерализма, он говорил о свободе для всех. Свобода, равенство, братство. Всем предполагалось и пропагандировалось. Как только они завоевали государственную власть, либерализм скукожился до буржуазии. Либерализм только для буржуазии. Свобода только для буржуазии. Свобода только для тех, кого есть деньги. Проходит некоторое время, конкуренция между буржуазиями разных стран приводит к национализму. Свобода только для нашей нации, для немцев, для американцев, для англичан. И Англия тогда мировая империя ведущая, главная. Всех тут эксплуатирует, всех гранит и за свободу выступает. И такие дискуссии о свободе в Англии, о свободе торговли, lies is fire. Но прошло это время, Англия скукожилась и на арену выступает либерализм только для части нашей нации. Для какой? Для богатой части наших капиталов. Не для всех буржуазов, а для богатых буржуазов. Для богатых буржуазов нашей нации. Это фашизм. В основе там где-то в зародыше, в себе, это либерализм. Но либерализм не для всех, а только для избранных. И как Димитров и сформулировал, значит, фашизм – это открытая террористическая диктатора наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. То есть, либерализм сузился до этого и стал фашизмом. Поэтому в себе, в ЕД, он фашизм. И сейчас фашизм на экспорт. Спокойно тут громите русских, как хотите. И я не исключаю, что еще дадут и ядерное оружие. Ракеты дальних действий уже дают. И так это потихонечку идет, идет нагнетание, нагнетание. До каких пределов оно дойдет – неизвестно. И все это устраивает, значит, финансово вот этот капитал реакционный. Возглавляет его на сейчас, на теперешний момент Байден в Америке. Но против него мы видим, какие выступления в самой Америке идут. А с другой стороны, эти банкиры не могут найти адекватную фигуру для того, чтобы она защищала их интересы. Поэтому в Америке ситуация критическая. И это говорит только о том, что всеобщий кризис капитализма, вот он достиг какого-то пика. Кризис, о котором говорил еще Ленин. Кризис мирового капитализма. Вот обострение сейчас такое критическое, что мы стоим перед возможностью новой мировой войны. Она фактически уже европейская сейчас. А может стать и мировой. Неравен сейчас. И это зависит не только ведь от них, а это зависит от нас, от нашего сопротивления, от нашей готовности. То есть, если бы Ельцин с Путиным не разрушили экономику, не довели нас до нищеты вот этой. Не довели нас до вывоза теперь многосотенномиллиардных капиталов за рубеж. И сейчас по сегодняшнему. В прошлом году почти полтриллиона долларов отправили за рубеж. Какая страна может на это наработать? Какой народ может на это наработать? Никакой. Нас эксплуатируют вдвойне и втройне. Поэтому мы живем хуже, чем в Европе. Значит, если бы не было этого разорения, если бы у нас была прочная экономика, хотя бы в Советском Союзе, никто бы на нас даже не замахнулся бы. И более того, когда СССР замахивался, воины останавливались. Это пришел я в армию, а мой начальник артиллерии только что вернулся из Египта. И рассказывает, что уже готова, значит, была начаться интервенция Англии против Египта. Но всплывли две наши подводные лодки напротив Каира и охота нападать на Египет, воин вещество пропало. Вот и все. И так бы было и сейчас. Но сейчас Россия ослабленная, они чувствуют запах крови. Что вот сейчас ее можно додавить. Конечно, додавить. Война началась. Нет снарядов. Точно так же было и в Первую мировую войну. Вот во Вторую отечественную, Великую отечественную, так не было. К войне Иосиф Сергеевич был готов. На него говорили, что он не подготовил, мол, СССР к войне. Вот это неправда. Я думаю, подготовиться вполне вообще никогда невозможно к чему-то неожиданному и новому. Но наши экономики и армии были все-таки готовы. А вот германцы не были готовы выигрывать. Какая армия? Подготовленная или не подготовленная? Сильная экономика. Выигрывает тот, кто подготовлен к войне. То есть, мы были не подготовлены вполне там на сто процентов. Но мы были подготовлены лучше, чем в Германии. В Германии дизель открыл дизельный двигатель, но они его так и не смогли производить во время войны. А мы, советская экономика, спокойно поставили эти дизельные двигатели на Т-34. Они уже не так горели, как немецкие там. Так что, вот так вот. Сын рассказывал, как у них в техникуме проходила экскурсия по местному музею. Музей по техникуме. И вот эта, кто хранительница этого музея, когда лекцию читала, она сказала, что советская экономика была не готова к войне. Вообще, и армия, и экономика не готова. И что заводы, когда эвакуировали в чистое поле в Сибири, их раскладывали, люди там жили в землянках. Завод под открытым небом. На что сын у него когда-то спросил, как же заводу нужно электричество и вода хотя бы. А как вы в чистом поле-то это откуда возьмете? Она говорит, ты, говорит, еще тупой, ничего не понимаешь, лучше помолчи, не мешай дальше эвакуироваться. Так правильно. Чистое поле – это довольно условный образ. Значит, во-первых, до войны был создан план эвакуации. Во-вторых, в плане эвакуации там чистых тополей уже осталось немного, а там были площадки, заготовленные под будущий завод. В-третьих, этот план был реализован эвакуацией. И действительно, значит, значительная часть промышленности была эвакуирована. Но не в этом главное, а главное в том, что если вы возьмете экономические показатели за годы войны, то там спад экономики, значит, в 41-м году, спад некоторые в 42-м году и рост уже… уже в конце 42-го года уже пошел рост. И довольно быстро он восстановился на том примерно уровне. Там низшая точка была, что экономика весны 42-го года, она составляла аналогично с довоенным 40-м годом. Она разрушена была на 23%. Стало быть, осталось 77%. А Ельцин разрушил экономику на 50%. То есть, ельцинская вот эта команда прошла по России как два Гитлера. Причем, это Путин в начале 2000-х годов заявил, что экономика России составляла 50% от экономики РФССР. Это я до Путина еще говорил, а потом студентам говорю, вот и Путин сказал, что 50% осталось. Такие 50%. Причем, это, собственно, экономика, но под этим-то еще была научно-техническая сфера, а насколько она была разрушена, никто не посчитал. А разруха была сильнейшая. С математического факультета нашего ленинградского, забыл в каком году, что-нибудь в 10-м или 15-м, уехал весь выпуск механо-математического факультета. Вот все пятихожденьки уехали за рубеж. То есть, их готовила страна, одевала, обывала, кормила, учила, а не фьють и полетели за рубеж укреплять Соединенные Штаты Америки. Это, конечно, частный вроде факт, но он показательный. Мы систему целую наладили. Да-да, систему. Вот этот Сорос, несчастный, он организовал в крупнейших вузах страны скупку макулатуры, которые представляли собой студенческие выпускные работы, особенно в технических вузах. Там у этих студентов было масса всяких открытий. Он их скупил, потом дал своим этим самым лабораториям на разработку, и они оттуда разжились идеями научно-технического прогресса. Ну что, есть еще вопросы? Время. Время. Ну что, дорогие товарищи, на этом занятия наши закончились, но ваша учеба не закончилась. Учиться! Вы продолжаете и дальше, и все оставшиеся. Но нам с вами предстоит некоторое рубежное мероприятие – провести экзамен в следующую среду. Поэтому, собираемся здесь. Если не получили, то сегодня-завтра получите вопросы. Готовитесь, собираемся здесь в среду. Торжественно сдаем экзамен, получаем удостоверение, что вы закончили выдающийся университет. А он действительно выдающийся даже на фоне тех многих теперь уже наших последователей в России, которые понадкрывали всяких таких форм советского образования в буржуазную эпоху. Я думаю, что мы тут остаемся такими застрельщиками. Поэтому успешной вам сдачи экзамена и еще более успешной дальнейшей учебы и борьбы за возрождение нашей России, за процветание наших детей и внуков. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok